Дупстейлз Маринет, всё хорошо? Ты сбежала от кота Нуара, даже слова ему не сказав. Всё в порядке, Тики. Просто я не очень хорошо себя чувствую. Не переживай. Почему? Но почему этот глупый кошак напоминает мне Адриана? Этот взгляд сегодня. Как будто они поменялись местами. Адриан в последней фотосессии игрив как Кот Нуар. А сегодня после битвы кот посмотрел на меня с такой заботой. Как Адриан смотрит на меня, когда я пытаюсь поговорить с ним. Хотя это невозможно. Адриан просто мечта. А за последние несколько лет половое созревание сотворило с ним настоящее чудо. Так или иначе, Кот Нуар, вечно флиртующий придурок, полная противоположность Адриану. Нужно выбросить эту идею из головы. Что я сделал? Из-за чего она так быстро убежала? Я же не сказал ничего из ряда вон выходящего. Ей со мной неуютно? Не. Наверное, это потому, что ты воняешь как сыр. А она не может этого вынести. Вот и приходится делать ноги. Если я и пахнул как сыр, то только по твоей вине. И все-таки нет. Это было странно. Чувствую, будто сделал что-то не то. Извинись сегодня вечером на патруле. Пока в деле участвует сыр, меня вообще не волнует, что ты там делаешь. Итак, класс. До летних каникул осталось не так уж много времени. Поэтому я хочу, чтобы этот последний проект стал вашей лучшей работой. Слава богу, это всего лишь творческое задание. Будет не так сложно. Ага. Смогу отложить его на время, чтобы успеть закончить мои последние дизайны. Обязательно посмотрите на сайте класса описание того, что вам нужно делать. У-у-у, здорово. А я когда-нибудь вообще увижу эти дизайны? Ну, если мы когда-нибудь пойдем с тобой на бал, то да. О-о-о, да ладно. Могу я хоть примерить? Ты же снимала с меня мерки. Я заслужила взглянуть. Ну, я думаю... Нужна рука помощи? О, привет, Адриан. Да, я-я, прости за это. Все такая же неуклюжая. Да ничего. Но слушайте, мы тут с Нино собирались в кино. И хотели бы знать, может быть, вы с Аллей присоединитесь к нам? Мне нравится, насколько легче я стала общаться с Адрианом. Прошло уже три года с тех пор, как я полюбила его. Но все, к чему я пришла, так это то, что нам суждено быть лишь друзьями. И в конце концов, я свыклась с этим. Он всегда будет занимать особое место в моем сердце. Он всегда будет моей первой любовью. Но быть ему другом наравне с Али и Нином... Возможно, это величайший дар, о котором я могла бы просить. Звучит чудесно. Мы с удовольствием присоединимся к вам двоим. Адрианчик! Приглашаю тебя на бал моего папочки в эту субботу. Это вроде как очень важно для его карьеры. И я бы хотела, чтобы ты пришел. О, и тебе можно пригласить с собой несколько гостей, кажется. Эм, звучит многообещающе. Я буду там. Тогда увидимся на балу, Адрианчик. Чувак! Это значит, что ты можешь пригласить любого. Потому что лично я горю желанием пойти. Ну да, тут сказано, что я могу пригласить троих людей на свой выбор. Должна быть идея ее отца. Так, вы хотите пойти со мной, ребята? Да, да, да! О, мой бог! Паринет! Это же значит, что нам есть, куда надеть те платья, что ты шьешь. Да ладно! Ты шьешь платье? Ты просто обязана показать всю свою крутость. Да, Маринет, ты точно должна. Ты и Аля будете самыми уникальными и оригинально одетыми девушками на балу. Я даже не знаю. Хлое не нравлюсь я и мои дизайны. Раз уж на то пошло, мне не следует идти. Пожалуйста. Ты так талантлива, Маринет. Не переживай о том, что подумает Хлоя. Твои друзья с удовольствием оценят твои дизайны. Тогда, я полагаю, мне нужно приступить к работе. Эй, девочка, ты снова забыла? Мы идем с мальчиками в кино в десять вечера. Ага, она забыла. Ну, это ж Маринет. Ну, если она не появится, то мы... Привет! Простите, что опоздала. Я добавляла последние штрихи к своему платью. Эти цвета смотрятся так мило на ней. Эй, милый образ. Спасибо. Вдохновлялась котом Нуаром. На спине у меня замок с застежкой в форме его жезла. Ей правда так сильно нравится кот Нуар? Мари, я не знал, что тебе нравится кот Нуар. О, нравится. Я думаю, он забавный, с добрым сердцем и очень верный. Что тут может не понравиться? Если бы он только знал, какая у него потрясающая фанатка. Я уверен, он был бы благодарен. Ладно, пташки, давайте оставим эти разговорчики на потом. Не знаю, как вы, ребята, а я вот страсть, как хочу попкорна. И к тому же, фильм начнется через считанные минуты, так что... Я не знаю, что со мной, но я влюбляюсь в этого глупого кота. Это так досадно. Он же мой партнер. И я бы хотела оставить наши отношения исключительно платоническими. Но это становится так трудно, когда он все больше раскрывает мне себя настоящего. А он действительно очень умный, милый. И по каким-то причинам напоминает мне кое-кого. Я не знаю, что со мной. Я ничего не могу поделать, но я влюбляюсь в кота Нуара. И я совершенно не знаю, что мне делать. На севере чисто. Эй, патруль уже почти закончен. И я хотел бы поговорить с тобой о том, что было ранее. Кот Нуар, не имеет значения, что мы чувствуем друг к другу. Мы обязаны вести себя профессионально. Я сожалею, что так сбежала от тебя. Все мои эмоции тогда сильно смешались. Прошу, давай оставим это. Ладно, пошли по домам. Прости, кот. Мы напарники. Так всегда и будет. Что ж, недурно все прошло. Мне нужно увидеть ее. Она всегда знает, что сказать. Она одна из моих лучших друзей. Ух, вот так гораздо лучше. Что не так? Это все кот. Это все кот. Мне не стоило так поступать. Так сблизились. Мы практически лучшие друзья. Мы разговариваем обо всем на свете. Но я просто не знаю, как я могу поговорить с ним об этом. Тебе надо привести свои чувства в порядок, девочка. Я знаю. Это не честно по отношению к нему. Доверься своему сердцу, Маринет. Будь осторожна. Помни, что ты не знаешь, кто он на самом деле под маской. По какой-то причине я чувствую, что это не имеет значения. Он так искренен в своих словах и поступках, что я чувствую, знание его личности ни на что не повлияет. Что ж, уже поздно. Я ложусь спать. Спокойной ночи, Тики. Подглядывать любишь? Какого черта ты тут делаешь? Три часа ночи. Ты должен дома спать. Как и ты, принцесса. Но вот мы здесь. Так ты собираешься пригласить меня внутрь? Или мы останемся тут вместе и понаблюдаем рассвет? Заткнись и заходи, бродяга. Так что привело тебя сюда? Моя леди. Она так странно вела себя сегодня. Сбежала после битвы. Затем сорвалась на меня на патруле. Я не знаю, что я сделал. Но я очень хочу исправить это как-то. Знаю, я поступила неправильно. Но я и не думала, что это его так заденет. Кот. Я не думаю, что она хотела причинить тебе боль. Я уверена, все будет хорошо между вами. Просто дай ей время. Спасибо, Мари. Скажи мне, как вышло, что за столько лет Я впервые вижу тебя с распущенными волосами. Ну, я просто только что из душа. Так что... Они прекрасны. Его взгляд. Такой ласковый и в то же время обольстительный. И его губы. Они напоминают мне улыбку Адриана. Почему? Почему меня влечет? Прости, кот. Я не знаю, что на меня нашло. Видишь ли, у меня есть чувства к тебе, но я не хотела, чтобы ты узнал о них. Таким образом. А еще этот парень... Давай поговорим об этом позже, принцесса. Я не могу поверить, что это действительно происходит. То есть, я ждала этого так долго, но почему-то я чувствую, что это одновременно правильно и неправильно. Я предаю Адриана. Но разве мы вместе? Почему я чувствую это? Ну, такой комикс однозначно заслуживает лайка. А вы как думаете? Пишите в комментариях. Интересно, а наберет он хотя бы 5000? Продолжение, кстати, можно почитать на Леди Блоге. Ссылка в описании. Не забудьте подписаться на канал, жмякнуть на колокольчик. До встречи! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!